Девушки отдыхают Прохождение техосмотра автотранспортом «Рейд» продолжается. Минувшая ночь для спасателей оказалась нелегкой. На автотрассе Казаларда-Жисказган в снежном плену застряли 54 автомобиля. Камерный оркестр областной филармонии готовится к гастролям. Казаларзинские музыканты представят Казахстан на фестивалях в Сербии, Венгрии, Боснии и Герцеговине. Казахстан на фестивалях Экспертов и Неправительств и Организации получило полторы тысячи предложений из регионов. Сложность получения услуг в сфере жилья, образования, здравоохранения и разного рода социальных услуг. Это общие для большинства вопросов, озвученных на отчетных встречах. Казахстанцы волнуют и вопрос бумаготворчества. Ответственный за это министр изменит формат социальной помощи. Вопросы изменения и расширения самого формата адресной социальной помощи, включения в него мер по социальной адаптации и предоставлении на едином уровне во всех регионах. Кроме этого, включение интеграции и таких мер, как программы раннего развития, защита прав детей, поддержка семьи, реформа услуг социального обслуживания, социальная инклюзия людей с инвалидностью, поддержка пожилых. Также будет оказано содействие в своевременном определении социальных льгот и адресной социальной помощи. Для этого Мадина Аблкасымова предлагает интегрировать информационную систему государственных органов. Заместитель премьер-министра Ербулат Дусаев отметил, что основным приоритетом правительства является улучшение благосостояния людей, на что президент Нурсултан Назарбаев указал в своем послании. Отдельно местными исполнительными органами будет рассмотрен вопрос расширения охвата детей, многодетных семей, бесплатным горячим питанием в начальной школе, проездом в общественном транспорте и другие вопросы, которые были высказаны во время встреч с Ахиматами. Также были высказаны определенные вопросы для усиления поддержки со стороны многодетных семей. По словам Ербулата Дусаева, конкретные предложения будут представлены правительству в течение ближайших двух недель. Финансовая поддержка также будет оказана. Повышение доходов казахстанцев и улучшение качества жизни всегда в центре внимания государства. Следует отметить, что сегодня 45% выделенного республиканского бюджета направлено на развитие социальной сферы, 28% на социальную защиту населения. Руководители ряда областей и городов республиканского значения нашли дополнительные средства в помощь многодетным семьям и другим малобеспеченным гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айдосу Кыбай. Глава государства поручил принять меры по упрощению доступа к социальной помощи, улучшению выплат многодетным семьям, увеличению доступности съемных квартир. В то же время центральные местные органы исполнительной власти Акима Райо регионов должны выполнить поставленную задачу, сказал пресс-секретарь. Депутаты Мажелиса парламента Республики Казахстан предложили ужесточить борьбу с браконьерством в Казахстане. С 2014 по 2018 год против браконьерства было возбуждено 539 уколовных дел, 29 осужденных. В частности, заявлено о необходимости изучения со стороны МВД практики возбуждения, расследования и прекращения уголовных дел по данным видам деяний. Будут внедрены стандарты, обеспечивающие защиту и безопасность чести и достоинства учителей. Сегодня в Мажелисе обсужден законопроект о статусе педагога, который охватывает все эти изменения. Депутаты Мажелиса акцентировали внимание на вопросах, касающихся прежде всего социальной поддержки педагогов, обеспечения их прав в профессиональной деятельности. Отмечено рассмотреть возможность внедрения конкретных механизмов приоритетного обеспечения педагогов жильем. Кроме того, предложено доплачивать педагогам за проведение воспитательной работы. На заседании Сената Парламента Республики Казахстан был принят ряд законопроектов, направленных на модернизацию судебной системы. Представляя документ, глава Верховного суда отметил, что если ранее в год судьями становились 150 человек, то в прошлом году после ужесточения требований занять эту должность сумели лишь 29 человек. В пять раз меньше. Внедрены новые кадровые инструменты. Это прежде всего психотест. Через него останавливаются истинные намерения и наклонности. Почему кандидат избрал это направление, какие у него цели. Во-вторых, компьютерное тестирование. Раньше оно проходило в Высшем судебном совете, теперь в агентстве по делам госслужбы. Третье требование – написание эссе на заданную тему. Ведь кандидат, помимо знаний законов, должен грамотно писать и излагать свои мысли, пояснил он. Кандидатуры на должность председателей судов и коллегий Верховного суда будут представлены в альтернативном виде и проходить обсуждения. Юридический стаж кандидатов на должность судьи районов суда изменен с 10 до 5 лет. К новостям региона. В центре внимания должна быть защита трудовых прав работников. В этих целях областной акимат и Республиканское объединение профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Казахстан подписали меморандум. Цель меморандума – поддержка реализации пяти социальных инициатив. Также развитие системы защиты в социо-экономическом плане, прав и интересов. В рамках подписанного меморандума стороны намерены расширить правовую базу двустороннего сотрудничества. Будет уделено внимание сохранению законодательных норм в трудовых коллективах. Проводится контроль по исполнению условий между работодателем и работником. В результате примененных мер 86 предприятий свыше тысячам работникам погасил долг по заработной плате в размере 180 миллионов тенге. В прошлом году по области зарегистрировано 59 несчастных случаев. 41 случай был признан из-за трудовой деятельности. Была проведена проверка. Дела направлены правоохранительные органы. В целях предупреждения, социальной напряженности, сохранения рабочих мест, обеспечения трудовых прав и гарантий работников. С профсоюзами мы подписали меморандум. Как исполняются условия коллективных договоров? На каком уровне? Полностью ли сохраняются социальные обязательства? Сохраняется ли безопасность труда в коллективах? Выплачивается ли заработная плата? Вот по этим и другим вопросам мы будем в сотрудничестве работать с Акиматом. В регионе снижены тарифы на воду, тепло, газ и электроэнергию. В частности, тариф на воду снижен на 22,6%. Канализационные услуги на 11,4%. За тысячу кубов голубого топлива нужно будет платить 20 902 тенге и 93 тенге. Тариф за тепло для жительности теплощетчиками снижен на 4,7%. Без счетчиков на 10,9%. Сегодня ночью на трассе Кызларда-Жисказган в снежном плену оказались 54 автомобиля, в которых находились 143 человека. Все они спасены. Из-за обильного снегопада автотрасса Кызларда-Жисказган закрыта. В снежном плену оказались 40 легковых автомобилей, 10 больших грузов и 4 автобуса. Спасены 143 человека. Их состояние стабильное. Никому помощь медицинская не понадобилась. Там таких людей, которые замерзли, такого не было. Отработали полностью. В этом же направлении два дня назад рыбачили 4 человека. Один из них потерялся. В ходе поисковых работ мужчина нашелся в доме Чабана. Хорошо ему повезло, что видели, что за последние 2-3 дня у нас был сильный ветер. Самый ветер более 20 метров в секунду. Человек мог замерзнуть. Здесь повезло ему то, что он не уснул где-то в кустах или где-то в таких местах, где ему было удобно. А то, что он ходил, шел, шел, шел и дошел до этой стоянки. 4 часа его обнаружили и привезли к Кызларду, к просивнику. Сегодня ночью около 2 часов 30 минут по улице Байтурсынова автомобиль Ауди совершил ДТП. В результате чего тело водителя застряло в груди металла. Водитель там остался прижатым. Пришлось деблокировать вот эти места, где его прищемило, зажало. Потом аккуратно передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Спасатели вновь убедительно просят во избежание подобных инцидентов тщательно соблюдать все меры безопасности. Алина Паражан, Тажимрат Альжанов, Бигбалат Абденов, Канат Мохамбетов, телеканал Кызларда. Всего за 15 минут в Кызларде можно получить свидетельство прохождения техосмотра. Причем присутствие автомобиля не требуется. Стоимость услуги составляет всего 5000 тенге. Такое беззаконие выявила в ходе рейда специально создана мониторинговая группа Департамента по противодействию коррупции области. Мониторинговая группа сейчас занимается проверкой документов. Из зарегистрированных в регионе 200 тысяч машин прошли техосмотр лишь 68 тысяч. Отсюда возникает вопрос, остальные автовладельцы не проходили вовсе техосмотр или имеют ложные документы? Автомобиль не нужно привозить и проходить осмотр. Для регистрации достаточно отправить копии документов через мессенджеры WhatsApp. В целом выявляются случаи, когда и в этой базе не проходили регистрацию. Поэтому проводим рейды. Работа мониторинговой группы будет продолжена. Вы смотрите новости. Прошло 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. В областном департаменте ЧАЭС прошла встреча молодых сотрудников с ветеранами афганской войны. Халдебек Джаманбалаев – один из тех, кто выполнял свой интернациональный долг на той войне. Награжден медалями, в том числе воину-интернационалисту от благодарного афганского народа. До выхода на заслуженный отдых работал водителем специальной пожарной части номер 10. Я пошел на афганскую войну в 1988 году. Там был минометчиком. За два месяца прошел ускоренный курс военной подготовки. Мы находились в кишлаке Катон. Было сложно. Элементарно не было питьевой воды. Приходилось брать ее из ближайшей реки. Не хочется вспоминать те ужасные дни. Участниками афганской войны были и наши сотрудники пожарной части. На встрече с молодыми своими коллегами они рассказали о той страшной войне. Пожелали беречь мирное небо, быть отважными и защищать Родину. Ветеранам были преподнесены почетная грамота департамента ЧС и ценные подарки. Затем участники встречи почтили минуты молчания тех, кто не вернулся с поля сражения. Айгерим Туриман, Бугимбая Басилов, Канат Мохамбетов, телеканал Казаларда. Новости культуры. Камерный оркестр, созданный при областной филармонии, представит Казахстан на музыкальных фестивалях в Сербии, Венгрии, Боснии и Герцеговине. Перед зарубежными гастролями камерный оркестр дал отчетный концерт. Камерный оркестр был создан в области три года назад при поддержке Акима области. Сегодня коллектив талантливых музыкантов исполняет избранные произведения казахской и зарубежной классики. На вечеры классической музыки ими были исполнены шедевры отечественной и зарубежной классики, в том числе Кьюи Балбраун Курмагаза, Харакимир Куата Шильдебаева, Шалхма Алмаса Сиркибаева. Казахстан Гастрольный турне по Европе. У нас намечается там пять концертов. Программа очень обширная. От классики до современных композиторов именно тюркезических стран. Аслан Сагиндык, Акимжан Жолтаев, Иса Шарипов, Турихан Кожахметов, телеканал Ксаларда. Наш следующий материал о книгах подробнее расскажет наш корреспондент Аслан Сагиндык. Здравствуйте. Дарю вам книгу. Неспроста я подарил книгу. Сегодня Международный день дарения книг. Основателем которого является Эми Бродмунд. А какого жанра книга читаете вы? Прочитал поемы Искендер Абаюхнамбаева и книгу Нурсултана Назарбаева «Тауэльссыддауэра». Вдохновляюсь мотивационными книгами. Давайте узнаем реакцию наших горожан. Наша редакция дарит вам книгу. Какого праздника? Наша редакция дарит вам к этому празднику такие две композиции. Наша редакция сегодня дарит вам книгу к этому празднику. Дарите и читайте книги. Аслан Сагиндык, Бугимбай Абасилов, Ханат Мохамбетов, телеканал Ксаларда. Принцесса Льда, завоевавшая серебряную медаль на турнире четырех континентов, празднует сегодня свой 19-й день рождения. Вернувшись с турнира на родину, Элизабета одному из спортивных порталов призналась. После кратковременного пребывания в Казахстане я вернусь в Москву, где продолжу подготовку к универсиаде и чемпионату мира. Эмоции после турнира у меня сейчас только положительные. Я буду еще больше работать, чтобы быть на вершине пьедестала. Напомним, фигуристку ждут два главных старта сезона. Студенческая универсиада, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске, и с 18 по 24 марта чемпионат мира в Японии. Это было последнее сообщение выпуска. Смотрите наши новости через портал Кастарка.кз на сайте телеканала Казаларда. Перед прогнозом погоды послушайте информацию о штормовом предупреждении Казгидромета. 15-17 февраля местами в области сохраняется туман и гололед. Спонсор прогноза – пятизвездочный отель «Султан Плаза». Всего доброго и до свидания. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, к изузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3,5 тысяч тенге. В подарок фотосессия и номер в пятизвездочной гостинице «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Аральском районе днем минус 3, ночью 12 градусов ниже нуля. В Казалинском районе днем минус 2, ночью 11 градусов со знаком минус. В Байканере днем плюс 2, ночью минус 10 градусов. В Крамакшинском районе днем плюс 2, ночью минус 10. В Жалагашском районе днем 3 градусов выше нуля, ночью 9 градусов мороза. В Сардаринском районе днем плюс 4, ночью минус 8. В Шаилийском районе днем 6 тепла, ночью 6 градусов ниже нуля. В Жанакурганском районе днем плюс 7, ночью минус 5 градусов. В Казаларде днем 5 тепла, ночью минус 7 градусов. СПОНСОР КУРСО ВАЛЮТ КОМПЛЕКС АРБАТ КОМПЛЕКС АРБАТ Редактор субтитров А.Семкин